Здравствуйте, дорогие мамы! Вот мы снова с вами вместе. И вот, читая ваши сообщения в чате, ваши обсуждения, мнения, у меня пришла на ум мысль поговорить с вами вот о чём. И дело всё в том, что, хватаясь за какие-то различные направления, за какие-то различные идеи, обращаясь к тому или иному специалисту, даже не специалисту, а человеку, который предлагает что-то, обещающее вам помочь, вы поступаете достаточно хаотично и достаточно необдуманно. Это может привести к последствиям очень тяжёлым. Ну, например, скажем, совершенно неожиданно и незаметно для вас можете оказаться участником какой-то секты или оказаться участником каких-то пирамид, которые стоят перед собой задачи, просто выкачивание денег, никто не думая о помощи конкретно вашему ребёнку. Возникает вопрос, что в этой ситуации делать, какой найти выход. Иногда в ваших письмах или в ваших аудиозаписях звучит нотка отчаяния, нотка каких-то вот трагических моментов. И я хочу призвать вас в своём наступлении вот к чему совершенно определённому. Дело в том, что на собственном примере с достаточно юного возраста меня мучила вот такая задача, мучил вопрос, а почему в той или иной ситуации я веду себя именно так или иначе? Почему вот в каком-то одном моменте я делаю так, в другом я поступаю совершенно иначе? Что определяет моё поведение, что определяет мой характер, кто устанавливает и регулирует ситуации, при которых принимается то или иное решение, подчас даже чисто произвольно не задумываясь о последствиях. И может быть до сих пор я искал бы ответ на этот вопрос, если бы мне довольно рано не попалась книга замечательного русского писателя Михаила Михайловича Зощенко, которая называется «Перед восходом солнца». Я вам настоятельно рекомендую к ней обратиться. Почему? Дело в том, что в этой книге писатель анализирует своё поведение, свой образ жизни, пытаясь ответить вот на те же вопросы. И приходит к выводу, что все проблемы, весь спектр человеческого поведения в зрелом возрасте, он проистекает из раннего детства. Ничего не определяется случайно. Всё имеет свои корни, всё имеет свои причины. Надо только постараться их понять. Спрашивается, а как же вы сможете это сделать? Без помощи каких-то психологов, без помощи каких-то аналитиков, без помощи каких-то умных бабушек, умудрённых опытом, которые дают вам советы направо и налево. Эти советы вроде бы на первый взгляд мудрые и правильные, но последствия оказываются совершенно глупыми и бестолковыми применительно к вам и к вашему ребёнку. Так вот, не зря вы назвали сегодняшнюю лекцию «Помоги себе сам». Дело в том, что прежде чем совершить какой-то поступок, постарайтесь проанализировать, постарайтесь найти ответ на вопрос, почему, ну вот я всегда пытаюсь, во-первых, поставить этот вопрос, почему, и следующий вопрос, зачем. То есть сначала вы спрашиваете, почему это так, почему вам это рекомендовали, почему вот ребёнок себя так ведёт, почему происходит то или иное событие в вашей жизни. И дальше пытайтесь найти ответ на этот вопрос. Причём ответ должен быть окончательный, потому что если вы отвечаете, допустим, на один вопрос, возникает следующий, а почему это произошло, и так далее. И вы докапываетесь до самых истоков, и когда мы открываем свои страхи, свои сомнения, когда мы приходим к ними, сталкиваемся с ними, к лицом к лицу, мы перестаём их бояться. Вот это очень важно. И в этой ситуации, когда вы получаете ответы сами на этот вопрос, вы понимаете, что специалист, будь это психолог, будь это доктор, будь это какой-то консультант, он не даёт вам ответы, он не навязывает вам решения, он не рекомендует вам что-то, он помогает вам решить ту ситуацию, которую вы уже проанализировали. То есть он не приводит к вас к готовому решению, а он вас направляет, он вас поддерживает в вашем принятом решении. Вот это очень важно, потому что вы в любой ситуации находите ответ сами, и тот ответ, который вы найдёте для себя, он будет единственно правильным. Никогда не задумывались над тем, как мы воспринимаем информацию с окружающей среды. Мы её воспринимаем всегда, она всегда поступает, независимо от того, спите вы, не спите, бодрствуете. Когда вы бодрствуете, вы её получили, вы её проанализировали, и эту информацию вы обдумываете, принимаете решение. Но информация приходит к вам тогда, когда вы не в сознании, когда вы спите, когда вы расслаблены, и вы не можете понять, в чём дело. И вот здесь нужно полагаться на свои чувства, на свою интуицию. Почему мы часто говорим, вот знал бы, где упал, постелил бы соломку. Но на самом деле, если мы подумаем и вспомним, что были чувства, что не надо этого делать, и мы всё равно это делаем. То есть вот эти вот чувства, предупреждения, это информация, которая пришла к вам на бессознательном уровне. Мы не способны её проанализировать, мы способны её принять и почувствовать. И не надо дальше пытаться понять, почему это произошло. Надо больше доверять своей интуиции, надо больше доверять своим чувствам. И в этих чувствах, в этих ощущениях чаще всего и закрыта истина. Просто мы не в состоянии её понять и проанализировать. И так как только мы начинаем доверять себе, доверять своим чувствам, тогда нам легче найти, правильный ответ на поставленный вопрос. Самое главное понять, что вы способны его отыскать, что вы человек, который ищет, который пытается найти правильный ответ. Он будет индивидуальный для вас. Чаще всего он совсем не такой, который нашла там ваша подруга, ваша коллега или мама, с которой вы общаетесь. Он может быть совершенно другим, он может быть совершенно индивидуальным, он может совершенно не подходить никому другому. Но для вас он окажется единственно правильным. Весь вопрос в том, что его нужно найти. Для того, чтобы его найти, ещё раз повторюсь, вам нужно задавать вопросы, зачем и почему. Поэтому я вас к этому призываю. Ещё раз попытаюсь направить вас на прочтение этой книги. Она действительно поможет вам в анализе вашей жизни, поможет уберечь вас от определённых ошибок и определённых неправильных действий. И всегда готовы прийти вам на помощь, проконсультировать вас, подсказать и так далее. Так что будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!